Сейчас буду заниматься новой порцией вяленых томатов. Я обожаю вяленые томаты. Это просто, наверное, на данный момент одно из моих любимых блюд. Помидоры все помыла, оторвала в них хвостики и разрезаю пополам. Я уже показывала на днях, как я все это делаю. Разрезаем все томаты. И следующее, что я сделаю, то выну серединку и уберу плодоножку. Плодоножку можно вырезать ножом. Я делаю это с помощью ложки. Вот таким образом. Все убираем. Все, томат готов. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я вам расскажу вчерашние наши... Точнее, сегодняшние наши приключения ночные. Вчера вечером мы ложимся спать. Время... Ну, где-то мы ложились часов в 10. И Артем должен был прилететь в 12 часов ночи по Саратову в аэропорт. Прилететь и на такси приехать домой. Мне укладывают детей спать. Думаю, сейчас я их спать уложу. Сама напишу Артему там. Ну, какие дела. Может, еще по делу не буду ложиться. Буду ждать, пока он вернется. Ну, значит, укладываю детей. А у нас такая фишка, что когда я укладываю детей спать, сижу с ними в комнате. Иногда я там с Гришей могу полежать. И очень часто случается, что я засыпаю. Очень часто, точнее, всегда. Я засыпаю быстрее детей. Они мне задают кучу вопросов. А что? А где? А когда поедем на море? А куда мы поедем? А когда мы испечем кексики и так далее, и так далее. Я начинаю дремать-дремать. Они мне задают вопросы. Я дремлю-дремлю. В общем, я засыпаю вместе с ними. Ночью я просыпаюсь. Вспоминаю, что должен приехать Артем. Встаю, подхожу к окну. И вижу, что просто за окном туман. Но туман не от того, что... Это настоящий туман. От того, что там просто стена. И вот эта стена, она шевелится. Там просто льет такой ливень, что я вижу, как капли таким, знаете, с движением. Я вижу движение воды. И тут я вижу просто, как ударяет... Я не поняла, в какую точку. То ли в машину, то ли рядом с машиной. Просто светится что-то на земле. Такая яркая вспышка. Я не понимаю, это была молния или коротнуло что-то. Тут я подхожу к другому окну и понимаю, что там деревья просто ходят ходуном. Что там ураган, дождь с ураганом. И тут до меня доходит, что Артем должен прилететь. А тут такая погода. И время уже полдвенадцатого. Я захожу в Телеграм, смотрю, когда Артем последний раз там был. Последний раз он там был прям перед вылетом в Москве. По времени я посмотрела примерно, когда он садился в самолет. Потом телефон он выключил. Время двенадцать. Артем не включает телефон. Время полперого. Артем не включает телефон. У меня уже начинаются какие-то мысли. А что? А где? А как? Может быть батарейка села? Еще что-то. Я ждала, ждала, додумалась залезть на сайт нашего... Аэропорт Гагарин есть сайт. Залезай на сайт, смотрю расписание. Там есть электронное табло, по-моему, называется. Прилеты, улеты. Рейсы внутренние, рейс на вылет. Смотрю этот рейс. Я по времени его нахожу. Должен будет прилететь 00.05. 13 часов. Ожидается. Время час ночи. Ожидается, его нет. Потом смотрю-смотрю. Через какое-то время написано. Время прилета 5 часов утра. Я такая, ничего себе. И тут мне звонит Артем. А, я ему пишу сообщение, что случилось там. Во что, перенесли ваш рейс? На 5 утра. Он мне перезванивает и говорит. Привет. Откуда ты знаешь, что при 5 утра? Я говорю, вообще вы где? Что? Как? Он говорит. Когда они подлетали к Саратову, командир корабля несколько раз летал, 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 хотел сесть, совершить посадку. В итоге он так спокойно сообщает, таким спокойным голосом, дорогие пассажиры, в Саратове не летная погода, но что-то в этом духе. Мы приземлимся в Самаре. Они уже были в Саратове, прилетели в Самару. Там Артем говорит, лететь 30 минут. В Самару прилетели, и командир корабля, капитан сказал, чтобы они погуляли 3 часа в аэропорту. Но далеко не уходили, а погуляли где-то в аэропорту. В итоге они час погуляли, им сообщили возвращаться обратно. И в 4, по-моему, утра Артем мне написал, я прилетел, и еще час он ехал. В общем, ночь, половина ночи я не спала с этими смс-ками. Тут еще дети у меня не спали. Встал Гриша попить воды, встал Кирилл, я иду к тебе спать. Они не знали, что приедет Артем, кстати, я им не говорила. Я им сказала, что приедет завтра, чтобы они спали, они ждали его до полночи. В общем, ночь была просто... Я еще знаю, как я уснула с этим, зная, что с самолетом что-то не так. Но я в душе понимала, что все ок, все хорошо, просто так надо. А вот небольшие последствия. Здесь проезжаю, покажу вам. Это вот снесло вчера ураганом. Вот тут повалило дерево. То есть вот там видно, что ствол, и половину дерева просто струбило пополам. Вот ветки, вот ветки. Ну и видно, что мелкие ветки вообще везде валяются. И так у нас по всему городу. Такой ураганчик прошел. Надеюсь, что все живы. Я уж не говорю про машины, там пострадали, не пострадали. Но надеюсь, что все живы. Здоровы, самое главное. Артем, получается, не спал весь день, всю ночь. И сейчас он лег поспать. Он лег в 6. Он приехал. Приехал, скупался, поел, лег спать. И Артем не спал весь день, всю ночь. И сейчас вот он отсыпается. Лег под утро. Сейчас вот спит. Не знаю, что будет ночью делать. Ну, они не планировали, конечно, не спать всю ночь. И под утро приехать. Кто знал, да, что так получится. Привез детям подарки. Привез вкусняшки. И мне вкусняшки привез. Такие еще не видели. Гриша в садик ушел. Я не стала им утром показывать. И Кирилл ушел на тренировку. Сейчас будут разбирать свои. Ждали эти подарочки. Всю неделю. Привет. Осторожно, потому что не как тренировка. Все хорошо. Нормально? Летает пластырь. Летает пластырь. Подарочки. Это папа спит. О, самое прикольное. Это вкусняшки. Прикольная радуга. Это лед. Фруктовый лед. Надо замораживать. Вот это Кирюша любит. Любимый фруктовый лед. Вкусняшные конфетки. А, это календарь лего. Смотри, тут числа делаешь, месяц делаешь. И ставишь, меняешь кубики. Ставишь и... Какое сегодня число и месяц. Ну, прикольно. Что, будешь собирать? Сейчас папа проснется, поцелуй, что-то. Я лед хочу попить. Остальные кинешь, замораживать? Можно я покажу? Там вот такая находится фруктовая... Ну, как фруктовый сок, не знаю, или смесь. Его кладете в морозилку, замораживаете, открываете и как фруктовый лед кушаете. Что, пролил? Ну, это пролил. А еще вот такие штуки. Мне кажется, это сырные... Сырные палочки. Типа... Как он называется сыр? Пармиджано. Только сушеный. Сейчас попробуем. Будем попробовать. Да. Я сама возьму. Или как щитлес, или как сыр. Ммм, вкусненько. Это палочки из сыра. Для меня тоже есть подарочки. Это кофе с имбиром. Очень вкусный. Ммм, как вам показать, как он называется? Ну, вот так он называется. Очень вкусный кофе. Имбирь-то не то, что не чувствуется, он такой какой-то... Ну, интересный вкус. Я, наверное, пересыплю в баночку другую, чтобы... И закрою крышкой, чтобы аромат не выходил. И по моим просьбам, подарок из Италии. Это прошутто. Не знаю, как назвать. Бекон. Нет, не бекон. Вяленое мясо, наверное. Она очень тонко-тонко нарезана. Вообще-то, прошутто можно купить в метро. Можно купить в наших магазинах. Но... Вот так это выглядит. Какая-то, вот видите, более темная упаковка. Мясо там темнеет. Какая-то часть светлая. Это большой-большой такой, как бекон. Он вялится очень долго. И потом его тонко-тонко слайсами нарезают. Получаются вот такие тонкие кусочки. Мне не получилось с цельным куском оторвать. Вот такие тоненькие-тоненькие. Можно делать какие-нибудь бутерброды. Или с творожным сыром, с вялеными томатами. Вот это очень вкусная штучка. Еще одна покупочка. Покупочка для дома. Это Zara Om диффузор. Арома диффузор. Потому что я уже чувствую... Это он так? Ммм, как приятно пахнет. Тут деревянные палочки. Инструкция. Ух ты, какой большой. Так, сейчас мы с вами его раскроем. Аромат называется вот так. Poetic Mind Mind. Я, наверное, правильно прочитала, надеюсь. Так. Так это все открывается. А, вынимается вот эта пробка. Вставляется обратное кольцо. И сюда пускаем палочки. Ммм, как приятно. Правильно же я делаю, да? И аромат вот по этим палочкам будет подниматься. Они напитаются. И будет у нас аромат приятный. Очень вкусно пахнет. А там можно было посмотреть, да, Рома? В Zara. Можно перед тем, как покупать. Там есть... Ну, ты знаешь, он либо протек, либо коробка пахнет. За что он даже закрытый? Протек, наверное. Ммм, какой-то вишни какая-то. Нет, не вишня. Да, какие-то цветы. Мне больше нравится в прошлый раз. Очень вкусно. Так, обращаем внимание. А в Zara в России есть такое? Да можно заказать на сайте у них, и тебе привезут. Вот этот мне понравился очень, и Артем, и мне этот аромат супер. Можно на сайте Zara заказать. И он такой большой, его прям можно ставить где-нибудь, мы поставим здесь, в гостиной. На кухне-коридоре. А когда палочки плохо будут, медленно аромат будет слышно, можно быть палочки вот так взять. Но не буду сейчас перевернуть, и он будет усиленный аромат. Вот. Скажи всем привет. Дим, привет. Помаши ручкой. Дим, привет. Ну, ручкой помаши привет всем. Всем привет. Куда мы приехали, скажи? Кате. Что будем делать? Ну, пойдем. Ну, выходи, пойдем. Что там у тебя все валяет? Дим, тетрадку про Ральфа. Тетрадку с наклейками про Ральфа? Заниматься будешь с Катей заниматься? Да. Держи свою тетрадь. Все, бежим на занятия. Ты как Буратино. Со своим букварем. Пока Гриша на занятиях, немного поболтаю с вами. Так, ребятки. Подвечаю на ваши вопросы. В последнее время частый вопрос. Когда на морюшко? На какое морюшко? Поедете ли вообще на море? Оказывается, недавно информация. Я узнала, что мы едем на море на следующей неделе. Просто так быстро идет время. Уже оказывается конец июля. А мы-то едем в начале августа. А в принципе на следующей неделе есть начало августа. До меня эта мысль только дошла вчера. Мы потихоньку, я уже начала готовить вещи. Стопочку вещей. Там купальники по чуть-чуть складываю. Там плавки, футболочки. В общем так. На лайте готовлюсь. Куда мы поедем? Мы вообще не знаем, куда мы поедем. У нас ездили друзья в этом году в начале июня. Или, да, в начале июня. Ну, в общем, в июне они ездили. Нам так понравилось, как они ездили. Они сделали такой челлендж. Один день, один город. Новороссийск, Сочи, Геленджик. В общем, много-много-много городов. И много-много дней. Они еду, смотрят город, купаются в море и так далее, и так далее. Мне концепция нравится. Насчет, если отдыха, то, скорее всего, вы будете на машине, вероятнее всего. И наше море, вероятнее всего. Может быть, Крым. Но пока под вопросом. В Крым ехать очень долго. Мы были там в том году. Таким вообще сумасшедшим набегом. Что это было называется? Толком ничего не посмотрели. Можно, да, поехать в Крым, в некоторых местах побывать и так далее. В Сочи очень хочется в этом году попасть. В Сочи. Я там не была ни разу. Артем, по-моему, тоже не был. Новороссийск, наверное, тоже будет. В общем, мы хотим несколько городов. Не останавливаться в одном месте, а вот несколько городов посетить. Вот. Пока так. Хотелось бы мне поехать в Турцию посетить. И, скорее всего, Турция была бы дешевле. Однозначно, я думаю, она вышла бы бюджетнее, чем вот мы поедем. Снимать даже квартиру, даже питание, развлечения и так далее. Дешевле приехать в Турцию, покупаться. Аниматоры, еда все же есть. У меня подруга, туроператор, она периодически выставляет сториз стоимость путевок на двоих, на четверых. Там взросло двое детей. Она выставляет Арабские Эмираты, Турция, Египет. Все выставляет. И там цена, в зависимости от отеля, от 40 тысяч рублей на двоих, от 38 тысяч рублей на двоих. То есть это вообще хорошее предложение. Но я так думаю, что, может быть, в сентябре месяце у меня будет день рождения. И мне очень хотелось бы на неделю съездить, может быть, как раз-таки в Турцию. Вот. Вчетвером. Или вдвоем. Или вчетвером. Так что по морюшку, по морюшку, по морюшку пока так, по отпуску пока так. Скорее всего, на следующей неделе начнутся влоги с моря, с нашей поездки, с нашей дороги. Блин, классно. Я люблю вот путешествовать, обожаю ездить по разным городам, даже не морским городам. Вот мы едем на машине, останавливались в Краснодаре в прошлом году, гуляли, в парк ходили. Просто вот само вот это путешествие, в гостинице каких-то останавливались. Ну, это классно, не знаю, это так. Такое путешествие. Мне нравится. И мне нравится не то, что ты сел и в одним днем до моря доехал, просто не какущие, весь измотаны. А вот такими вот... Волгоград обязательно будет, Волгоград. Как минимум, потому что у Артема там живет тетя, и мы каждый год, это традиция, мы заезжаем, не в гости. Либо туда-обратно мы заедем, либо, может, на обратном пути. Только, в общем, посмотрим. Но в Волгоград мы заедем, повидаемся, мы увидимся раз в год. Вот. Пока так. Если у вас есть какие-нибудь, может быть, отели, где вы отдыхали, да, в Краснодарском крае, не знаю, там, гостиницы, отели, дома какие-нибудь, где можно отдохнуть с детьми, где есть бассейн, было бы здорово. Делитесь ссылками, обязательно посмотрю по мониторе, особенно если на букинге есть. Там можно вообще отзывы почитать. Сейчас такой выбор большой. Вот. Желательно, чтобы без сдачи ПСР-теста. Хотя у нас с Артемом есть, кстати, мне пришла официальная бумага на почту, о том, что у меня есть, как это называется, QR-код или что, что я переболела, и у меня до, по-моему, середины августа, надо посмотреть, помните, мы болели с Артемом в феврале, парт, апрель, май, июнь, июль, август. Вот как раз до августа, по-моему, там вторая половина августа, у меня есть вот эта бумажка, QR-код или что там такое, вот это вот официальное, загруженное на госуслуги, потому что болели мы через поликлинику, мы вызывали врача домой. Вот. Но я же слышала с 1 августа в гостинице только с прививками, прививками, да, принимают. Но есть такие квартиры, которые просто можно снять без... Может быть, и гостевые дома такие есть. Наверное. Гриша еще не видел папу. Открывай там, наверное, открыто. Стучи. Привет, Кирюша. А вы уже позанимались, что ли? Гриша, смотри, кто это. Привет, Гришуля. Что взяла? Подарок. Подарок? Он уже знает про подарок. Какой подарок? Вот этот. Это кровать, Гриша, это не подарок. Это другой подарок для тебя. Стой тут. Стой, стой тут, сейчас папа. А вот же он. Смотри, что там такое. Как новый год у нас. А он говорит, что у него день рождения. Он у меня после садика. Можно подарки на день рождения Грише? День рождения Грише? День рождения. День рождения. День рождения. Что сказать папе? А поцеловать папу, обнять. Обнять его, не видел, как долго. Обними, да? Зацелуем давай, папа, Гриш. Собачку можно собирать, может, птичку. Робота. 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 Это робот. А, робот. Собачку будем собирать. Мы сейчас с собой возьмем, да? Будем собирать. Вот, смотри. Не надо, Гришечка, он еще не кушал, Кирюш. Он еще не кушал, Кирюш. Нет. Буду сейчас готовить ужин. Зашла в магнит, купила там крупу, пшено. Ну, это не для ужин, просто купила пшено. Дальше цветную капусту. Хотела свежую, нет нигде свежей капусты, надо было утром покупать. Но я хотела приготовить на ужин. Для вас быстро замороженную вот такую магнитку. Дальше помидоры. Сегодня на рынке была, и все помидоры я отправила в сушилку, поэтому у меня остались только эти. Финики из всех сладостей. В принципе, финик не самая плохая сладость. Это вроде бы и финик, что у нас фрукт. И состав, если прям сильно-сильно хочется сладкого, можно съесть два финика с чаем. Но при этом не есть булки там и так далее, и так далее. Пряники, вафли. И на ужин у нас будет рыба. Одна рыбка Дорада. Она уже продает в соусе, в маринаде. И взяла три морских окуня. Они уже замаринованы. С веточкой розмарина, с апельсином. Сейчас все это выложу и отправлю в духовку. В одну у меня не получилось. Сейчас отправляю. И чуть побольше добавлю брокколи. И сверху посыплю сыром. Посмотрим, что за подарочек себе папа привез. Надо понадобиться ножницы. Или одной. Ух ты, смотри, какие тут детальки. Здесь можно строить инструкция. Да, здесь надо буфолтики родные. Выбирай, какую картинку ты хочешь построить. Машинку. Машинку? Давай, бери детали. Высыпай сюда коробку. Эй, вот сюда надо собрать. Вот здесь устали взять детальки сюда. Сейчас буду переливать лимонад. У меня есть большая... Вот такая большая воронка. И есть вот такое сито. Вообще, это для приправ, для специй, когда варите бульон. Наш лимонад состоялся. Мы сейчас будем его вот сюда переливать. Надеюсь, что я не разолью. Поехали? Да, это будет лимонаде, Гриш. Наливаем все в баночку. Так, готово. И вся цедра, весь жмых, который натирал лимончик, весь остался вот в этом сите. Очень удобно. Ужин готов. Как раз вот где было много места и мало рыбы, я положила цветную капусту. Я ее на сковородке разморозила. Слила, получается, всю воду, которая там разморозилась, сырком. Посыпала, немного сливок добавила. Тут вот рыбка тоже готова. И салат. И лимонад. Как самовар у нас стоит на столе. Всем приятного аппетита. У нас ужин. Морковку. У нас что-то не пользуется спросом. Днем порезала. Вот так лежит. Кирюша собрал свой подарок. Вот так это выглядит. Это называется... Какой календарь, скажи мне? Бесконечный календарь. Мы выбираем число. Вот завтра, например, будет 23. 23, 0, 7. То есть седьмое число? Да. 23. Нет, седьмое число, седьмое это месяц. Месяц. 23 число. Седьмое месяц. Показала старую. Седьмое, показала старую. И такой чувакер. С чемоданчиком, да? Нет, это чемоданчик. А с чем он? Это какое-то письмо. Счетом? Может какие-то? Может. Ты можешь кого-то поставить? Да. Это у человечка. Даже можешь как-нибудь модернизировать. Можешь какой-нибудь сюда меч. Например, вот такой. Килл говорит, можно еще как кубик-рубик играть. Но его можно разбить. Не кубик, а этот. Да не кубик, а... В общем, кубик. Игральный кубик. Все, можешь комнату поставить на подоконник и менять число. Кош, здесь оставь. Да нефиг.